В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Товарищество по несчастью. Как вы, наверное, догадались, речь сегодня вновь пойдет о ЖКХ-скандале и вновь в центре его ТСЖ. Казалось бы, последнее давно признано всеми экспертами самым эффективным способом управления домом. Спору нет. В теории все выглядит идеально. Но на практике банальный человеческий фактор порой способен испортить любую задумку. Многоэтажка на Ташкентской 149, что последнюю пятилетку живет в условиях проманентной войны, прославилась на весь Кировский район, если не на всю Самару. Поговаривает, что даже участковый старается обходить ее стороной. У кого-то, может, и серые будни, а здесь, на Ташкентской, царят нечеловеческие страсти. Склоки, интриги, драки. Да-да, и потасовки здесь не редкость. Ну и, конечно, взаимные обвинения. Их не устраивает наше руководство по той простой причине, что мы им не дали воровать. И у нас сейчас все отлично, что они их и бесят, понимаете? Мы не даем им воровать. У нас отлично. Украл один день, я тебе монтировал квартиру за счет ТСЖ. Ты не украл весь у нас. Вы это просто застали. Закройте свой рот. Понедельник вечер. Вот так в ТСЖ Виктория проходит прием граждан. Зачем отвечать на неудобные вопросы, когда просто можно вызвать подмогу? Да, у нас, смотрите, они вызвали. У нас пистолеты с мужьями и люди. Давайте. А пранку зачем вы вызвали? Не делайте. У них квартир-то одинок. А нам не нужно, это же сказал. Да ну и ладно, они на работе. Да, пусть работают. Мы по вызову прибыли. По какому вызову? Тревожная кнопка. Нам что бояться? Ну как? Мы ничего не украли. Вот они воруют, они пусть боятся. Меркушкина надо, Меркушкина сюда. Сюда надо привлечь. Давайте Путина сюда привезем, чтобы он нас разрулит по-быстрому вообще. Да что власти земные, тут свидетели и судьи призывают уже силы небесные. Ты мошенница первая. Да ни в коем случае. Ты первая мошенница. Да вот крест святой. Она ломает и крушает все. Вот нам крест святой. Этого никогда не было. Перед Богом крест отдала. Наталья Александровна, вам все равно всем жить в одном доме. Я правильно понимаю? У нас по-другому. Их не будет в нашем доме. Понятно? Народ, народ. Они нас выживают. Это ругань, вот это идет давно уже. В любом конфликте, говорят мудрые французы, ищите женщину. А тут их толпа. Два главных антагониста Наталья Сенаторова, управляющая нынешнего ТСЖ Виктория, и Галина Данилкина из тех, кто поддерживает прежнее товарищество. Гражданская война между соседями началась из-за банальной борьбы за власть. В 2011 году этот дом из соседней 147-й по Ташкентской были объединены в одно ТСЖ с незатейливым названием 14-й микрорайон. Возглавляла его некто Тяжева. Ее сторонники те времена до сих пор вспоминают как благодатные. Подъезды были чистые, убиралось очень все хорошо. Воровства никакого не было. Поменяла все трубы, как будто ждали. Поменяла водовод холодной воды, горячей воды. Дом передали нам, конечно, в ужасном состоянии. Он был гнилой. У нас раньше была одна председатель, получала около 9 тысяч Тяжева. Около 9 тысяч. И делала намного больше. Мы видели эту работу. От этой ничего не добьешься. Все лето. Комары, крысы бегают, комары летают до последнего подъезда, до этого этажа. Если где правы, по трое суток течет у нас вода, они ничего не делают. Вот трое суток холодную воду не могли исправить. Начали захват. Вот это прям рейдерский захват был. Может и не рейдерский, но революция в двух домах свершилась. Многоэтажки отделились друг от друга и пустили свободное плавание. У Ташкентской 149 почти год было два капитана. Ни ТСЖ-14 микрорайон, ни вновь созданная Виктория уступать бразды правления не собирались. Сражались в судах и до сих пор не угомонились. Двоевластие в доме крепко рассорило соседей. Ведь половина отдавала кварплату в одно ТСЖ, а другая половина несла деньги в другое. Теперь, когда ТСЖ-Виктория доказала свою легитимность, казалось бы, забудь старое и смело шагай в светлое коммунальное будущее. А нет. Нынешний управдом госпожа Синаторова преследует своих оппонентов в судах, требуя взыскать с них долги за тот самый год двоевластия. Она лично меня подавала. Мы этот суд выиграли. Она все равно продает. Она решила по-другому. Продаешь квартиру, все, вот я тебе ее не дам продать. Я царь и бог здесь. Суд признал законными наши платежи. Мы не должны продать. Мы представили в суд все квитанции, что у нас все оплачено. И судья говорит, ну что же вы подаете на закон послушных граждан. Вы посмотрите, у них же ведь не вот вчера они пошли весь этот срок оплатили. А у них ежемесячная оплата. День в день. Юридические споры – это долго, нудно, затрадно. То ли дело драки. Житель уверяет, госпожа Синаторова чуть что поколачивает несогласных. Впрочем, в этих кулачных боях победителей нет. Я сужу с ней, да. Вы посмотрите, она меня как избила. Я в больнице лежала с отречением мозга. В подъезде. В подъезде. И она на меня на суд подала, что я как будто я ее истарапала, ключами я ее убила, избила. Меня осудили. Вас осудили? Да, осудили. И ей я должна заплатить 20 тысяч. Моральный ущерб, да? Да. А вам? Она мне 32. Ага. То есть вы вас обоих осудили? Да, 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 да. Вот эти товарищи вот это. От всех собак отбрекалось. Трижды, трижды сделали мне уголовку. Ни в одном деле я не принимала участия. Вы если видели эти фотографии, там чтобы был такой синяк, нужно кирзачом ее пинать. Это рисованный синяк. Она все знает, чем надо. И если вы хорошо посмотрели, то там тени перламутровые, если вы обратили внимание. Вот там, снимайте, вот эту сказочницу. Снимайте эту сказочницу. Вы уже меня протащили, так золотая. Мы от нее уже устали. Вот эти 10 человек приливают. Дом вообще не принес. Что-то к ней делал. И замки срезала, и работать не давал. Суды за судами. Собрание за собраниями. Это вообще кошмар. Меня избила, мужа вот у нее избила. Потом меня еще раз избила. Данилкину избивала. Ну, в общем, тут драки за драками. Как говорит эта звезда, этот Зверев, в шоке. Ну, как можно такого человека поставить? Здесь, знаете, еще хлеще будет. Теперь они будут умстить, что вот мы здесь. Нынешнее руководство ТСЖ «Виктория» называет это не местью, а борьбой с должниками. Суды отказывает госпожа сенаторовой. Но она не успокаивается, уверяя, что все равно найдет способ взыскать деньги с тех, кто отдавал кварплату не ей, а конкурентам. За 12-й год вы все, подружки, кто тут стоите, вы все должны... За 12-й ты на нас в суд подавал, и мы его выиграли. Ну, так суд-то вы проиграли или нет? А я сейчас вам скажу, почему. Потому что по нашему законодательству, юридически, человек не может платить дважды. Они бесплатно живут эти годы. Вот она назвала нас «прихлебаем». Пусть она объяснит, что мы за «прихлебаем». Объясните, пожалуйста. Да я не собираюсь ничего объяснять. Не собираюсь вам ничего объяснять. Права голоса у нас нет на собрании. То есть я собственник, а... Деньги платите за контракт. Конечно. А вопрос задать, вот, куда деньги делись, что, почем. Да вот, я не имею права. У нас на каждом подъезде висят вот такие вот объявления. Вот видите, доска почетная. На каждом. Кроме того, еще в подъезде тоже такие доски. Для чего не повешиваем и спрашиваем. Для чего? Ничего нет. А мы информацию будем давать. Какую? А дальше нет. Ну, какую. Вот что отремонтировали, что заменили, что поставили. Да, утро встаем, стоит. Проходит два года, ни одной информации. Кто согласился? Загородку поставили. Сколько заплатили? Доведите до населения. Никто ничего не... Молчок. Именно в этой непрозрачности и нежелании пойти на разумный компромисс эксперт в сфере ЖКХ Виктор Часовских и видит главную причину конфликта. За его историю он давно следит. Не раз давал советы тем, кто по разные стороны баррикад. Но пока к ним никто не прислушался. Сменилась власть, но опять те же самые проблемы. Те председатели, которые приходят к власти, которых выбирают люди, значит, они неохотно делятся информацией с людьми. То есть все говорят, что да, мы будем... А когда дело доходит до прихода к власти, то начинается практически та же картина. Не раскрытие информации. Ведь самый большой бич всего этого – это то, что людям не говорят, куда идут их деньги. Стоит вам какие-то копейки удержать и не рассказать о том, куда они потрачены, начнутся вопросы. У людей начинаются домыслы. То есть они думают, что это идет в Ростово. Здесь вот ТСЖ, одно, второе, да, и люди в заблуждении. А куда платить? Где правильное ТСЖ? Люди не виноваты в том, что они платили в другое ТСЖ, не зная. А ну они платили, они были добросовестными плательщиками. То есть сейчас, по идее, между двумя ТСЖ должен просто наладиться контакт в плане взаимосверок. Кто платил? Куда платил? Какие средства платил? И вот взаиморасчеты вот эти должны происходить между ТСЖ на уровне председателей и главных бухгалтеров. Все. Люди не должны влезть в это дело. Они должны знать, если я платил, значит все. Вице-президент палаты адвокатов Алексей Кокин ситуацию на Ташкентской тоже охарактеризовал как юридический тупик, выход из которого можно найти только включив разум. Один подъезд за белых, два за красных. В результате все недовольны всем. Лучше разумный мир, чем худая неразумная война. Война это время, деньги, ресурсы. Результат. Мы все равно живем в этом доме. Мы все равно работаем с этим ТСЖ. Это все доходит до суда. Во-вторых, все нанимают иное количество туристов, адвокатов. Все замечательно. Спасибо, конечно, что вы даете нам с одной стороны работу. Но с другой стороны, эта работа, она бессмысленно с точки зрения результата. Я всем предлагаю в хорошем смысле включить в голову и подумать о том, что будет завтра, послезавтра. Ведь жить-то им в этом доме. Пока же потери несут обе стороны. Еще при смене власти в 2012 году дом лишился капитального ремонта. Кто был в списке на получение федеральных денег из фонда содействия реформирования ЖКХ. Но кто доверит казенные миллионы тем, кто с собственными соседями договориться не может? В итоге Ташкентская 149 пролетела мимо федеральной программы. И как знать, к чему еще может привести эта бескомпромиссная война, от которой простые жители, не связанные ни с прежним ТСЖ, ни с нынешним, только страдают. Постоянные передряги, постоянные ругания под нашими окнами дерутся, баллончиками брызгают. Это все на наших глазах. Я хочу просто озвучить, что ТСЖ это товарищеское общество. Это наш дом. Это наш дом. Мы здесь 284. Но Наталья Александровна, честно я вам скажу, я младше вас, вы мне в матери годитесь, да? Но я скажу, вы себя ведете очень вызывающе, как хозяйка, как хозяйка этого дома. Вы должны понять, что вы служите нам, мы нанимаем вас, мы платим вам зарплату. Мы живем в этом доме. Это наш дом, еще раз хочу повторить. Ну красиво говорите. Поэтому мы хотим, чтобы все было прозрачно. Хорошо, что вы здесь, а так мы с нами даже бы не разговаривали. Когда люди научатся уважать себя элементарно, уважать других, вот тогда, может быть, что-то изменится, в том числе и в сфере ЖКХ. Мое предложение – собраться правление одного ТСЖ, правление второго ТСЖ. Сесть спокойно за стол и начинать говорить. Я готов выступать посредником в этой ситуации, потому что я, в принципе, знаю эту ситуацию. И если что-то, то можно решить, потому что умные люди всегда могут договориться. Но вот даже не знаю, родится ли в этом споре истина. После скандального приема граждан госпожа Сенаторова сначала проявила немилость к нашему оператору. Смотри, что делает, творит. Да посмотри, что творит. Я сейчас камеру разобью вам. Ну разбивай. Уйди отсюда, я сказала. Уходи отсюда. Да посмотри, что творит нахалы. Уходи отсюда, я сказала. А почему вы не разговариваете? Что за нахальство такое на ТСЖ? И надо разговаривать с начальником. С председателем. Убери отсюда, я сказала, свою камеру. Почему вы не разрешаете снимать? А затем была недовольна тем, что ее точку зрения никто так и не выслушал. Но лично я пыталась. Ну что ж, мне остается только посочувствовать жителям Ташкентской. Надеюсь, что обе стороны конфликта все же способны воспользоваться советом моих экспертов. И, наконец, включат голову. На сегодня пока все. Пишите, звоните, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова